Дорогие братья и сестры, приветствую всех вас. Я думаю, у каждого из нас когда-то, наверное, были такие случаи, что мы где-то находимся, может быть, в парке или в публичном месте, и мы слышим, что наше имя кто-то зовет, может, сзади где-то. И это сразу наше внимание привлекает, и мы начинаем искать, кто же нас зовет. Вот Андрей, может, Витя, Оля, любое имя, когда это наше имя, мы особо реагируем. Или если просто сосед наш, который, может, наше имя не знает, как-то кричит, «Эй, ты, иди сюда!» Мы как-то на это не так реагируем. Когда идет речь о нашем имени, мы особо к этому относимся. Если вы внимательно читаете Библию, вы сразу заметите, что Господь очень часто обращается к людям по именам. Если всех перечислить, это будет очень большой список. Но если этот список взять и сужить, чтобы немножко покороче был, этот список станет намного короче, когда мы посмотрим на то, когда Господь зовет кого-то по имени дважды. Этот список станет намного короче. Господь только в редких ситуациях называл некоторых людей так. Например, Авраам. И каждый раз, когда Господь называл кого-то, это был критический момент жизни человека. Например, Авраам, он, помните, когда он должен был принести в жертву своего сына, это был момент, когда уже меч был простертый, и Господь его останавливает, говорит, Авраам, Авраам. И он как бы говорит, вот ты прошел этот экзамен, который я тебе поставил, что ты возлюбил ничто другое, как Господа Бога своего. Потом, немножко позже, мы знаем, что Господь обращается к Якову тоже. Яков, Яков. Он часто обращался к нему просто Яков или иногда Израиль. Но в момент, когда Яков узнал, что Иосиф живой, он уже считал, он был мертвый, но сыновья его вернулись, сказали, Иосиф живой. И он немножко смущался идти в Египет, но Господь к нему обращается и говорит, Яков, Яков, не бойся идти туда, ибо я буду с тобой, я выведу тебя. И это тоже урок показывает нам, вот это доверие, что, смотря, обитованная земля здесь, но ему нужно было пойти довериться и пойти в Египет. И потом, спустя 400 с лишним лет, Господь еще одного человека находит и говорит ему, Моисей, Моисей. Когда он уже был преклон их возрасту, таком, как мы сейчас считаем, он уже прожил жизнь 80 лет, он уже не рассчитывал на какие-то великие дела. Он уже думал, я буду доживать в пустыне со своей женой и с детьми. Но Господь ему дает такое великое поручение, говорит, Моисей, Моисей, ты пойдешь и ты спасешь народ мой, ты спасешь Израиль, выведешь его из Египта. Но потом уже большое время проходит, и Господь еще раз в Старом Завете он обращается к одному человеку по имени дважды, это Самуил. Он говорит, Самуил, Самуил, очень нежным таким голосом. И вот именно на эту историю я хотел немножко обратить внимание. Мы будем читать из первой книги Царств, третья глава, и седьмого стиха, и ниже, до десятого. Мы в конце еще обратим внимание на те моменты, когда Господь называет по имену дважды в Новом Завете. Но мы немножко позже к этому подойдем. Вот именно вот этот момент, когда Господь зовет Самуила, очень интересен. Я назвал свою проповедь так. Когда Господь зовет по имени дважды. Именно в тот момент мы должны особо обратить свое внимание к этому. Давайте прочитаем седьмого стиха, чтобы немножко время сократить. Самуил еще не знал тогда голос Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию, и сказал, вот я, ты звал меня. Тогда понял Илии, что Господь зовет отрока, и сказал Илии Самуилу, «Пойди назад и ложись, и когда зовущий зовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на место свое, на месте своем. И пришел Господь и стал, и возвал, как в тот раз и в другой раз, «Самуил, Самуил, и сказал Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой». Сегодня я хотел обратить внимание не на само повествование, которое Господь открыл Самуилу, но обратить на сердце его, на то, как он начал ощущать вот этот зов Господень. Вот мы знаем, если историю выше читать, что Господь его трижды звал, и он каждый раз приходил к Илии. Этот голос был настолько простым, настолько он ожидал, что звал его Илии. Это не был такой громогласный голос, как мы иногда где-то представляем, что очень такой глубокий, громкий голос. Это был такой очень тихий голос, который он даже не мог понять, кто с ним разговаривает. И вот из этого повествования я хотел отметить всего лишь две вещи, братья и сестры. Первое – это то, что Слово Господне было очень редко в те дни. Давайте мы прочитаем первый стих, чтобы узнать, почему оно было так редко. Вот здесь сказано, «Отрак Самуил служил Господу при Илии, Слово Господне было очень редко в те дни, видения были нечасты». Интересно, почему же Господь не открылся именно Илии? Он был главный, он был священник, он должен был слышать голос Господень. Но он не способен был. Может быть, в юности или раньше своей возрасте, может быть, он слышал голос Господень. Но в этот момент он уже стал, ну, мы знаем, что у него была проблема с сыновьями. Они были очень, как здесь сказано в 13 стихе, что он знал, что сыновья его нечестивы, нечестивы и не обуздывал их, то есть он не исправлял их. И Господь не открывался ему. Братья и сестры, почему вот это так сказано, что Слово Господне было редко? Разве это потому, что у Господа не было желания передать Слово народу? Знаете, проблема не в том, что Бог не хотел сказать что-то своему народу. Он очень хотел, Он хотел, чтобы народ жил свято. Он хотел обратить их внимание на закон Моисеева, показать, где они неправильно. Но народ не был способен слушать. И Господь ждал именно этого момента, когда отроку он может открыться, потому что весь народ стал просто в таком состоянии, как мы читаем в книге Судей, что каждый делал, как ему угодно было. Каждый шел своим путем, и Господь не мог открываться. Знаете, мы как люди, мы очень хорошо можем говорить, но очень мало людей, которые могут по-настоящему хорошо слушать. Я знаю, что жены иногда нас в этом обличают, что вот я с тобой разговариваю, я говорю, но ты не слушаешь меня. Или вот мы иногда едем за рулем, и мы сфокусированы на дорогу, но если кто-то разговаривает, мы как-то не можем полностью сфокусироваться. Так мужчины устроены, что мы должны на одном обращать внимание. И очень хорошо, когда мы научимся слушать. Я такой один пример недавно слышал о том, что одна уже муж и жена, семья, они жили вместе, и не знаю, какой у них возраст был, наверное, уже как в старости, и муж был уверен, что жена его оглохла, что она вот плохо слышит, и она просто не хочет пойти к доктору на проверку. И он ее как-то постоянно в этом говорил, ну иди, тебе нужно проверить. Она все время утверждала, что нет, я хорошо слышу. И в один момент он просто сказал, я проверю ее. Вот я сейчас вот, она как раз стояла немножко впереди в кухне, резала, что-то жарила, он сзади подходит, говорит, сдалека и тихим голосом говорит, что сегодня кушать будем. Не кричит, не было никакой реакции, спокойно говорит, потом видит, что нет реакции, подходит еще ближе, может, пять шагов, опять говорит, что сегодня будем кушать, никакой реакции нету, еще поближе, опять нету реакции. И уже вот подошел, вот за спину встал, и говорит, жена, что будем сегодня кушать? Она поворачивается к нему сзади, махается и говорит, я тебе уже шесть раз говорил, что мы будем курицу кушать, ты отстань уже от меня. И вот мы видим, что этот муж настолько был уверен, что жена его глухая, когда на самом деле он сам уже потерял свой слух. И вот мы точно так же можем обращаться с нашим Господом, мы можем говорить в себе, что Господь почему-то молчит, я хочу от Него слышать, но нету вот этого голоса, я не могу слышать, и мы обвиняем Господа. Господи, почему Ты молчишь? Но проблема, скорее всего, в нас, не в Господе. Господь всегда желает открывать нам новое, но мы не способны Его слышать. Если мы вспомним, как написано, как автор евреям начинает, вот первый стих, первая глава, первый стих, он говорит о том, что Бог многократно, как сказано, Бог многократно и многообразно говоривший из древней отцам, пророков. То есть вот, если мы обратим внимание на Самуила и на это время, что Господь открывал многообразно, но они не были способны слышать. И дальше сказано, в последние дни сие открылся в Сыне Своем. Он говорил через Сына, но люди не способны были слушать. Братья и сестры, Бог всегда, Он говорит нам, но мы не всегда способны слышать, потому что мы настолько сфокусированы часто на свои личные проблемы, что мы не замечаем, что Господь хочет нам сказать через Своё Слово или через разные обстоятельства. Господь всегда хочет нам открыть Свою волю. И вот второе, на то, что я хотел обратить внимание, это то, что Слово Господне очень легко пропустить. Вот этот отрок Самуил, он три раза пропустил, когда Господь его звал. Ну, он отреагировал, но не понял, кто его зовёт. И как легко было бы этому отроку после первого раза сказать, да мне просто показалось, я вот останусь здесь на тёплой кровати. Но он так не сделал, он пошёл к Илью каждый раз. И вот у Ильи хватило соображения, чтобы сказать, вот ты, что тут что-то необычное, он сказал, пойди ещё раз, если ты услышишь этот голос, скажи, говори, Господи, ибо раб твой слушает, ибо слышит твой раб. И мы знаем, что вот это Слово Господне очень легко упустить. Оно очень тонкое, оно очень такое, что не так, как мы представляем. Иногда, вот помните, как Илья, Илья, пророк вернее, он тоже, он когда находился в пустыне, он, Господь, первое явился через, через большой сильный ветер, и не в ветре был Господь, потом через землетрясение, и не в землетрясении был Господь, и через огонь, и там не был Господь, но в тихом веянии ветра, и тогда Господь открылся, вот в таком, может, шёпоте, если бы этот шум, если человек в постоянном таком состоянии шума, он не может услышать этот тихий, нежный голос нашего Господа. Господь всегда нам говорит, Он говорит через Своё Слово, и, может быть, вот, иногда бывает, что мы, когда проповедник говорит какое-то слово, и все сидят, и каждый может какой-то разный момент для себя взять, и потом это то, что Господь хочет сказать, мы, может быть, потом через несколько дней услышим через радио, может, на проповеди, или потом прочитаем какую-то статью, и там опять Господь это то же самое повторяет, и потом, может, в беседе какой-то Господь обязательно будет открывать, а если мы, ну, невнимательны, мы можем упустить то, что Господь хочет нам сказать. Знаете, я сейчас вот вспоминаю вот пример, у нас Борис Шива был в церкви, здесь проповедовал, и он такой пример привёл, что он где-то ехал в зимнее время на дороге, и вот ему какой-то внутренний голос был сказать, остановись, вот просто остановись, где ты есть, и он остановился на перекрестке, не понял, почему, и вот как раз в этот момент проходит огромный трак, и если бы он поехал, он бы его как раз задавил, но он остановился, и вот этот голос, который, ну, он не был явный голос, это голос был такой внутренний какой-то, и он услышал, и вот иногда Господь нам хочет что-то сказать, а мы невнимательны. Я тоже такой пример слышал о американском пасторе в большой церкви, он тоже вот подобное с ним происходило, что он торопился ехать на какое-то братское наслужение или куда-то, он в церковь ехал, и он торопился, немножко опаздывал, и он, ну, как всегда, мы торопимся, мы немножко быстрее едем, и он сел в машину и как-то быстро взад поставил, ему тоже такой голос, остановись, и он отреагировал, и он остановился, и сразу думает, ну, может, я что-то забыл, может быть, надо было взять кого-то, жену, может, и минуту посидел, потом нет, вроде все взял, и потом раз, он смотрит в зеркало и видит, маленький малыш, его сосед проезжает на таком низком трехколесном велике, и вот только в макушку голову увидел, и вот если бы он не услышал этот голос, ну, он бы его наверняка задавил, и было бы очень печально, что пастор ехал в церковь, и такое случилось, но Господь ему проговорил, и как часто бывает, что вот если мы, у нас шум в сердце, в жизни, то мы можем этот голос не услышать, как псалмопевец говорит, послушай, что скажет мне Господь Бог, мы должны быть внимательны, потому что сегодня тоже Господь нам говорит, и Он говорит нам через Его Слово, Он говорит нам через Слово, открывает нам, когда мы вникаем, слышим Его голос, как мы читаем, когда Иисус был еще на земле, Он говорит, овцы мои знают голос Мой, они слышат голос Мой, я знаю их, и они идут за мной, нам нужно научиться слышать голос Христа, и вот овцы, они не сразу, с первого раза, они не могут точно знать голос своего пастора, это какой-то процесс, они несколько раз слышат, потом чаще, чаще, потом они уже знают голос своего пастора, и они никогда не отзываются на другой голос, но это есть процесс, который нам нужно научить, и мы тоже должны научить слышать голос Божий. И тоже интересно из этой ситуации, вот то, что мы прочитали из жизни Самуила, что Господь ему не сразу стал открывать повествование, что он хотел от откровения, пока он не сказал вот эти слова, говори, Господи, ибо раб Твой слышит, пока Самуил не осознал, перед кем он стоит, или кто с ним разговаривает, Бог не открывал ему, и вот только вот уже на четвертый раз Господь тогда ему открыл то, что он хочет сказать ему. Братья и сестры, слышать слово, голос Господень, не всегда легко, но оно всегда очень полезно, и мы всегда можем много получить, и это будет великое благословение для нас. И вот как мы читаем на горной проповеди, Христос сказал Матфея 7,23, знакомый для нас текст. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на тот дом, и он не упал, потому что был основан на камне. Мы слышим, мы часто слышим то, что нам говорят, но исполняем, слушаем ли мы, исполняем то, что Господь нам говорит. И, братья и сестры, вот в заключение я хотел нас еще подвести немножко в Новый Завет. Прошло очень большое время, когда Господь не обращался именно вот таким способом, дважды называя человека по имени, но уже в Новом Завете мы видим, Господь Иисус называет несколько людей именно таким же образом. вот вспомним ситуацию, когда Иисус пришел к Марфе и Марии, и нужно было приготовить ужин, конечно, обед, накормить своего гостя, Марфа села, начала готовить, а Мария села у ног Христа. Иисус говорит, Марфа, Марфа, и мы видим, что Марфа, она хотя выбрала, она может быть слышала где-то со стороны, она как-то слышала голос Христа, она может быть некоторые слова даже поймала ухом, но она не могла сфокусироваться, как Мария, и она упустила этот момент, и Господь ее в этом обличил, говорит, Мария выбрала благое, то, что у нее не отнимется, и говорит, только об этом нужно заботиться, вот он говорит, Марфа, ты научись заботиться самым важным, то есть мы должны как вот Мария научиться слушать, Мария села у ног Христа, и она слышала голос Христа, и она его приняла для себя, еще вот Иисус называет своего ученика Петра таким же именем, он называет Симон, Симон, это тоже критический момент жизни Петра, когда он уже перед самым распятием Христос говорит, ты, когда он говорит, ты предашь меня, или отрекешься от меня, но Иисус говорит ему такие слова, Симон, я хотел, Сатана хотел просеять тебя как пшеницу, но ободрись, ибо я молился за тебя, что твоя вера не оскудела, и вот этот момент, вот Петр тоже он слышал то, что Христос говорит, но он не слушал, он не исполнял, потому что Петр хорошо знал, что все, что Иисус говорил, или делал руками, он все исполнялось, вот он даже помнит вот этот момент, когда Иисус сказал, стой, как пришел к морю, и море утихло, он это помнит хорошо, но вот в этой ситуации он просто не доверился Христу, что как будто бы Господь говорит какие-то слова непонятные, и он не поверил, он не услышал то, что Христос ему говорил, и мы знаем, как это кончилось, что он отрекся от Христа, но вот этот пример его показывает, что даже и при отречении Господь его восстановил, и таким он великим человеком стал, он великий апостол стал, который славил имя его, еще один пример, это Саул, Господь говорит, Савл, Савл, почему ты гонишь меня, и вот мы знаем, что Господь уже явился Савлу, и говорит, вот это имя дважды повторяет, Савл, Савл, и мы знаем, что, скорее всего, Савл, он был, находился там, когда побивали Стефана камнями, и он слышал его повествование, как он от самого Египта начал перечислять все, всю историю израильского народа, он перечислял все это, и вот когда Стефан дошел к такому моменту, когда он говорит, жестоковинные люди с необрезанным сердцем, и кто помнит, что еще добавлено, там еще один момент, сердцем и ушами, уши необрезанные, это очень интересно подумать, как может уши быть обрезанные, но вот Стефан именно так сказал, что вы с ушами необрезанными, то есть ваши уши еще не способны слышать, что вы постоянно противитесь Духу Святому, и вот в этот момент Саввл, он слышал эти слова, но он не принял их, вот мы знаем, что Господь в тот момент его тоже касался, но он отказался принять, он отказался слышать то, что Христос ему говорил через вот этого великого мученика Стефана, и мы знаем, что Иисус еще раз называет одного, одну личность, Он называет своего Отца также по имени дважды, Он говорит Илай, Илай, или Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня, и вот мы как раз и вспоминать будем вот этот момент, когда Христос чувствовал вот это одиночество на кресте, но он не сошел с креста, он прошел до самого конца, он совершил подвиг Христа, подвиг своего Отца, и он пошел до конца, он умер на кресте, он принял наши грехи, и даже вот, хотя вот, ему было очень тяжело, но он при всем этом он не отказался, он не спустился со креста, и он назвал своего Отца таким же именем Илай, Илай, Ламаса Вахвани. И знаете, еще есть несколько моментов, когда мы встречаем дважды, встречается имя, только в следующий раз это не имя человека, но это имя города, города Иерусалима, помните, говорит Христос, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов, а вы не захотели, вы не захотели слышать мои слова, вы не хотели исполнить то, что я вам говорю, вы хотели жить своим путем, но самое-самое страшное это, когда не Господь называет наше имя дважды, но когда человек называет имя Божье дважды, я думаю, вы помните вот эту ситуацию, когда уже не Бог говорит, а человек говорит, Господи, Господи, не Твоим ли именем ли мы пророчествовали, выгоняли бесов, ходили на собрания, сидели вот здесь и пели, не Твоим ли именем все это делали, но Господь говорит, я вас никогда не знал, потому что вы не имеете вот эту близость, Господь зовет нас по имени, может, даже сейчас кого-то позовет по имени, придите, потому что когда Господь зовет, тогда мы должны прийти, Он зовет по имени даже дважды, может, она не записана в Библии, как вот здесь мы читаем про Самуила, про этих других мужей Веры и даже Марфа, но Господь зовет, Он постоянно зовет, пока мы живы, Он зовет, и чтобы не случилась ни с кем такая ситуация, как вот здесь Матфей, Иисус говорит, 7 глава Матфея, 21 стих, что не всякий говорящий мне Господи, Господи, но исполняющий волю Отца Моего, исполняющий, то есть слушающий, слышавший и исполняющий волю Отца нашего. И вот у нас есть возможность помолиться, вот мы можем сказать, как Господь, как Илья научил Самуила, как здесь Самуил сказал, говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Давайте с этими словами мы обратимся к Господу с молитвой, прославим Его. Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok